Что нужно для съемок клипа? Шикарный коттедж, дорогие декорации, красивые машины или побережье популярного курорта? А вот и нет. Порвись Назаров и Юнус из Exclusive Band думают совсем иначе. Буквально вчера вечером музыканты закончили съемки совместного клипа на композицию «Ты и я». Последней локацией стали не роскошные апартаменты, а тот самый знаменитый дом с привидениями, расположенный близ Алматинского Медео. Вокруг этого мистического места давно ходят неоднозначные слухи. Как уверяют все члены съемочной команды, с наступлением сумерек здесь начинают происходить жуткие вещи. Шорохи за окнами, произвольно падающие предметы, посторонние звуки и жуткий гул, доносящийся неизвестно откуда. Вот и я шел на этот звук и никак не мог приблизиться к нему. В общем-то, расстояние наше не сокращалось. Вот я хотел найти, что это такое, что это такое. Не получалось, к сожалению, но я надеюсь, что когда мы закончим клип, мы с Юнусом, с ребятами приедем сюда специально для того, чтобы поближе познакомиться с нашими привидениями и, наконец, раскрыть эту тайну. И на протяжении всех съемок сюда приходили ребята, девушки и в 10, и в 12 ночи. То есть они все ищут здесь привидения. Что касается сюжета клипа, то здесь все просто. До боли знакомая всем история о двух влюбленных. Только все действия в видео обыграны в образах, в которых есть некая символическая изюминка. Также неординарности добавляют необычные карты с образами сексуальных женщин и мужчин и свечи, выставленные вдоль стен мистического дома. Идея снимать клип в этом загадочном месте принадлежит Юнусу. Впрочем, и инициатором записи совместного трека также выступил он. Сбылась моя мечта с таким крутым музыкантом записать совместную работу. В целом, работа шикарная. Нельзя так говорить, самого хвалить себя. Ну, мне нравится. Да и сам Парвиз получил большое удовольствие, работая вместе с рэпером. Получилось, на мой взгляд, неплохо, даже очень интересно. Что из этого получилось, узнаете уже совсем скоро. Премьера совместного видео двух творческих натур уже скоро в эфире лучшего музыкального.